Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешену. Озвучиваем занятие, которое я в Потеряевке в 90-е годы. Путь праведных. По милости нашего всемогущего Бога мы дожили до начала нового воскресного дня. По церковному день начинается с шести вечера предыдущего дня. И первое, что мы слышим, это слова. Псалом 1. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Почему же не сказано, что Господь знает путь нечестивых? Он же и его знает, и непременно, и заранее знает. Притом посмеивается Господь. Псалом 36. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Видит, как он умрет, его не будет. Мы обычно смеемся над человеком, когда дело начато им неудачно, и говорим, начал и не получилось, Лука. Табы, когда положит основание, и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Псалтырь. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь ненавидит путь беззаконных, и с самого начала богослужения, подводя итог прошедшей недели, ибо суббота, это седьмой день, церковь настраивает нас на мысль. Как хорошо с Богом быть, ибо знает Господь путь праведных. Иные могут сказать, так это о праведных, а мы-то какие, разве мы праведные? Тем более, слова эти были написаны в Ветхом Завете, когда еще не было Духа Святого на земле, в той полноте, которую мы получаем в крещении. Не было сошествия третьего лица Троицы на землю. Речь шла о том, что люди знали, что кто поступает точно по закону, тот был непорочен в законе, как Елицавета и Захария. И путь таких людей Бог знает, а мы? И мы можем знать, хотя на первых порах кажется, что ты человек слабый, и ты ничего не успеешь, и тебя задавят. Господь обращался к ветхозаветным примерам от Матфея. Но как было во дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И эти прошлые события людям были известны. Это они слышали из детства, им это преподавали в школе. Про Ноя же в одном месте Библии сказано, как люди обращались с этим проповедником. Иов, неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основанием их. Они говорили Богу, отойди от нас, и что сделает им Сидержитель? Когда сейчас маленькие дети разыграются, и один из них начинает увещевать другого, а он говорит, отойди от нас, не играй с нами. И что же, успели они многое? Они вместе смеялись над Ноем. Представьте себе, что где-то на холмах строит человек корабль неподъемный, подгоняет плотно брусья из дерева гофер, шпангоуты, делает несколько полупытожей, бытие. И сделай вот так, длина ковщега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Когда сегодня человек зажиточный, строит коровник даже квадратов на 500. И тут это понятно, у него много скотины. Люди не могли не спрашивать Ноя, для чего ты это делаешь? Он отвечает, плавать будем. С ума сошел старик, плавать он будет на холмах. Корабль строят на верфях, в порту, чтобы он был спущен на воду сразу. А если далеко от воды, то его даже не сдвинуть. Не знаю, Бог меня раньше не предупредил. Бог меня? Да раньше или дальше? Дальше не предупредил. И хотя план вообще гадал, но не объяснил, как будет дальше. Понятия не имею, я просто верю. Еврея верой Ной получила откровение в том, что еще не было видимо, благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Господь знает путь праведных. Бог уже однозначил, что Ной покорится и войдет корабль, и двери Бог сам за ним закроет. И вошедший к Ной ковчег, в мужеский и женский пол всякой плоти, вошли, как повелел ему Господь Бог, и затворил Господь Бог за ними ковчег. Ной, может быть, имел хороших соседей. И когда на начался потоп, то тот сосед стучался к нему. Ной, друг, сосед, брат мой любезный, открой мне, возьми меня с семьей, у тебя так много там свободного места. Но Ной же что мог ответить? Не могу. Бог закрыл, и ключ у него. Как Бог закрыл, мы не знаем, но написано откровение. И англо-филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Не отворит, не отворит, а творит. Прямо так и стало даже русский человек. Вот выворачивает ударение совершенно не туда. Зачем? Умышлено. Путь по трапу в корабль был благословен, и по милости Бог затворил дверь, чтобы никто из отвергающих Бога для дня начала потопа не изменил решение Божие. Потом путь ковчега был неведом в волнах, но Бог знал и этот путь. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Путь же нечистивых погибнет. Люди определяют, из чего состоит нефть, такое горющее вещество, и находят, что это от разового разложения множества трупов людей и животных, которые вдруг оказались без доступа воздуха. Если это так, то это все тела нечистых людей. На чем сегодня движется транспорт? Может быть, это так и есть, не будем пока оспаривать, но однако же путь этот погибнет. Другой случай, когда люди развратились, безобразничали, сегодня их называют секс-меньшинство римлянам. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делая сран и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Бог знал это, терпел, и потом пролил огонь бытие, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серую огонь от Господа с неба. Господь знает путь праведного, и лотай знает, как ему будет тяжело, ибо жители тамошние над ним возвышались бытие. Но они сказали ему, пойди сюда, и сказали, вот пришлец, и хочет судить? Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку всему, к лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Лот же пытался оказать великое гостеприимство, свойственное восточным народам, и так он принял небесных жителей, римлянам. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве, евреям. Странное любие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Когда приглашаете в свой дом людей, то может оказаться, что примите ангелов. Господь знает путь праведных. Мы слышим эти слова каждое субботнее богослужение. Я часто думал, почему же церковь поставила эти псалмы в начале богослужения, в начале недели, чтобы настроить нас сразу же на мысль, что с Богом хорошо, а без Бога плохо. Ты многое можешь не запомнить, а это обязательно запомни. С Богом значит жить по его заповедям. Не дремли. Не дремли. Не дремли. Не спи. А то все мимо пройдет, и сатана похитит слышанное. Когда ты спишь, то сатана сеет плевелы в голову и в сердце, в душу. Метфея. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Господь знает путь праведных. Какой же это путь? Это и она. Иисус сказал ему, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Когда Моисей дал закон людям и добавил, что же меняется в их жизни с этим законом. Как окрестные народы изменят к ним отношения. Узнав про такой их закон. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех-всих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Даже еще не зная, исполняете ли вы закон, но просто имеете его, и это уже наводит на мысль, что вы будете по нему жить. И как много избегнете. Имея такой устав в деревне, основанной на божественном законе, и имея такой настрой к исполнению, ты уже будешь посчитаться окрестными силами мудрыми. Как объединились масонные во всем мире, и дело их продвигается успешно к погибели. Ты этому не завидуй. Поставь всем 666 в печать Антихриста. Они всю власть захватили, но они погибнут. В их руках сегодня все деньги? Погибнут. И кто бы что ни называл того, что у них кажется хорошим, ты отвечаешь скромно и точно, погибнет. У них и лагеря, и финансирование, но они погибнут. Если это без Бога, то все будет изнизвернуто, Авдий. И оттуда я низвину тебя, говорит Господь. А если Бог, то Бог знает этот путь. На Луне первая книга Библия. Хотим ли мы, чтобы путь наш был известен Богу? Его нужно тогда сверять со Словом Божиим и сверять каждый день, 1 Тимофею. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступай, и в себя спасешь, и слушайших тебя. Корни, это 1 Псалма, уходят в райские обители и кончатся тем, что на землю сядут пророки Божии, Енох и Илья, праведные. И дальнейший их путь Бог знает, и то, что трупы их будут лежать на улицах Иерусалима. Так что же, тогда получается, что путь нечестивых лучше? Нет. Не лучше, потому что мы знаем, что будет воскресенье. Если бы не было воскресенья, тогда можно было бы так подумать. Как Златоуст говорит, что если бы на земле везде была справедливость, то какая была бы нужда ждать суд Божий? Но когда у справедливого Бога так несправедливо здесь все на земле, то значит решение вопросов идет на ту сторону. Обольстительными лозунгами были обклеены все заборы, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Без Бога потеряли и то, что было. Подводя итог этой недели, скажем, нечестивые дела наши да сгинут и будут преданы забвению. Что сделал по слову Твоему? Умножь это Господи. Вспомнил он, вспомнил, тогда детство забытого лета, милую сердцу года, домик родной Назарета. Звезды тихонько горят, синяя звездная тишь, там убегающий ряд плоских белейших крыш. Дети давно уже спят, мальчику только не спится, звезды ему говорят, что-то далекое снится. Мать с кувшином поутру тихо идет от колодца. Дети заводят игру, говор и смех раздается. Плавно ступает она, легкую тканью одета. В кос ее вплетена яркая блещет монета. К матери мальчик бежит. На спину влез, к ней украдкой. Звонко смеется, шалит. 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 Шалит платье широкого складка. Ты совершенно не чувствуешь ни рифму, ничего. Что ты так? Где он не кинет свой взор, всю ему радость игрушки. Звякнул отцовский топор. Валятся легкие стружки. Вспомнил, как в детстве сюда шли они на богомоле. Все их семьей. Вот, когда детям просторы раздолия. Старый Иосиф идет, важно опевшись на посох. Сына Мария несет, солнце играет на косох. Спят погруженные в лень возле дороги оливы. Вьются в древесную тень темных дорожек извивы. Фиг селенеет плоды. Скрытые лиственные гущи. Рощи, холмы и сады. Радостный мир и цветущие. Старники дальше идут. Той же дорогой привычный. Вот, сам Мария. И тут мерзкий народ злоязычный. Яркие блекнут поля. Скрылись веселые рощи. То иудеи земля. Все здесь беднее и проще. Здесь виноградников нет. Тянутся горы белее. Ведеты, родной Назарет. Где же ты? Где Галилея? В зной небесном сгорев. Мертвые поля иудеи. В ветви засохших дерев. Вьются, как черные змеи. Синие спят небеса. В дымке молочной тумана. Блещет вдали полоса. Волн голубых Иордана. Вот показались вдали башен. Зубчатые кольца. В рваных одеждах пыли. К храму текут богомольцы. Сколько увидишь здесь лиц. Как любопытны картины. Гости с седонских границ. С дальних концов Палестины. Движется шумный народ. Пестрыми толпами скучен. В круглую арки ворот. Ослик вступает на вьючин. Важный богатый купец. Едет на праздник всем домом. Встретясь болтает отец. С плотником старым знакомым. С матерью входит во храм. Сумрак священных преддверий. Деньги звенят по столам. Воют и мечутся звери. Суробость. Мальчик вошел. Вид алтаря ему страшен. Бык издыхает. И пол красную кровью окрашен. Ноги беспомощно бьют. В лужи купаясь алой. Голубь воркует. Снуют. Деньги считая. Менялы. Все они имели сердца. Словом грозное кинуть. Это ли обитель отца? Крикнуть. Столы опрокинуть. Сергей Соловьев. 1907 год. Русский философ-идеалист. Какие стихи. Богу нашему слава вовеки. Аминь. Русский философ-идеалист.